Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Каратаев Игорь, проект GK Mart. Сегодня нашим гостем будет очень интересный собеседник, предприниматель, руководитель и ведущий проекта производства 2.ru. Этот человек наладил систему управления бизнес-процессами, автоматизировал ее, где требуется минимум присутствия. Также он реализовал несколько крупных проектов с общей выгодой более чем 6 миллионов евро. Работал с крупными IT-мировыми производителями, принимал участие в создании крупной дистрибьюторской сети, которая работает уже более 10 лет. Занимается консалтингом. Приветствуем, это Руслан Бах. Руслан, здравствуйте! Здравствуйте, Игорь! Спасибо, что согласились дать интервью. Да, пожалуйста! И тема наша будет, ну, в общем, конечно же, предпринимательство. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, как вы к этому пришли. Ну, я занимаюсь консалтингом, шел я к этому долго, и до этого работал по найму длительное время. То есть, когда я работал по найму, я делал серьезные проекты, и в этих проектах достигал серьезных результатов. То есть, когда я первый проект сделал, показалось случайностью, когда второй проект сделал, там, ну, тоже нормально, повезло. Вот, но уже когда, уже пять проектов было реализовано, выгода от каждого более миллиона евро в год, то, соответственно, уже стал понимать, что у меня это получается. И это как раз и есть консалтинг. То есть, вот то, чем я занимался. То есть, и я решил заняться напрямую консалтингом. Обучился, продолжаю обучаться, и вот занимаюсь консалтингом. Я тоже пробовал консалтингом заниматься, но как-то сейчас немножко более традиционно. А как вот вы вообще, больше вам работа в команде нравится, или же, ну, вот, вы, как и большинство, я лучше сделаю сам, то есть, лучше меня никто не сделает. Или вот все-таки делегирование это вот все, то, что решает многое, ну, и проблем, и времени высвобождает. Работа в команде, конечно, то есть, намного интереснее, а сам, нет, это не по мне, мне это неинтересно все сам. Многие так не думают, да, вот, и приходится встречаться с предпринимателями. Ну, такие клиенты даже консалтинг не покупают. И, собственно, зачастую такие бизнесы на этапе стартапа. Это независимо от того, сколько там людей работает, и сколько компания, какой компания имеет оборот в год. То есть, там может быть и тысяча людей, и две тысячи людей работать, но если она управляется руками одним человеком, то есть, на ручном управлении, то это стартап. Ну, неинтересно, с такими компаниями вообще неинтересно работать. Перспектив у них нет вообще. И у них серьезные трудности. Но, тем не менее, они все равно не могут перестроиться, не могут поменять свой образ ведения бизнеса. Потому что они не то, что не могут нанять консультанта, они не могут нанять специалиста, которым бы сами доверяли. Они даже не могут сформулировать, как выглядит тот человек, которому они могли бы довериться, чтобы его начать искать. Да, это точно. На самом деле. А вот как вы преодолеваете сложности, которые постоянно встречаются на каждом пути, наверное, в любой деятельности? В любой деятельности, сложности, но я практикую еще всякие практики личностного роста, вот с помощью них и преодолеваю все сложности. То есть, если нехватка знаний, то обучение, чтение, обучение, либо прибегать к помощи других людей. А к каким советам вы прислушиваетесь? Кого действительно стоит слушать, да, а кого даже можно не заморачиваться, пусть он говорит, мимо ушей информацию пропускаешь, и делаешь что-то, чем заинтересован, или как у вас с этим делом? Ну, чувствуются люди, которые могут, которые сделали, сами реализовали, и чувствуется разница между, и чувствуются другие, которые не реализовали, а такие вот советчики. То есть, разница между ними существенная. Не могу сформулировать сейчас так быстро, но в целом, как бы, да, я прислушаюсь к тем людям, у которых получается, которые могут, которые достигли, и умеют выражать свои мысли. То есть, вот могут передать, могут научить. Да, то есть, меньше слушать теоретиков, да, и больше внимания к практикам. Да, у этих людей, если они о чем-то говорят, то они говорят не умом, они говорят опытом. То есть, совершенно по-другому передают свой опыт. Я тоже склонен, на самом деле, вот, согласиться с данным утверждением, и с некоторых пор сам стараюсь вот этому же следовать. Не так давно себя начал ломать в этом направлении. И далее, вот, вопрос будет такой, какие вам качества помогли изначально добиваться того, чем вы имеете, да, чем владеете сейчас? Вот как вот это выразить? Какие качества? Не останавливаться ни в чем. То есть, и обучение, и анализировать свой опыт, анализировать то, что сделал, что получилось, что не получилось. Вот, анализ всего абсолютно. То есть, я частенько так вот практикую, когда я анализирую свой рабочий день. Вот, и он совершенно по-другому выглядит, если на него смотреть вечером, его вспомнить и просмотреть. То есть, там, эмоциональность не та, там, понимание ситуации не то, то есть, там, совершенно другое. Намного лучше понимать. Вот, ну, и, соответственно, никогда не сдаваться. Учиться преодолевать отказы, учиться преодолевать дискомфорт. Учиться работать не только тогда, когда хочется работать, а работать всегда. Хочешь, не хочешь, стать и пойти работать. И, такой момент, учиться получать удовольствие от работы, как ключевой момент, я бы сказал. Удовольствие, да, должно быть не от самого процесса, как вот у многих. Еще я в юные свои годы учился, когда было вот так вот, что приходишь на работу, и счастлив только одному дню, когда день зарплаты. Все остальное вообще утомляло, а вот предпринимательство, ну, как-то все иначе. Ну, скажем, результат воспитания, когда не привита культура. Культура, там, понимание работы, вот, или, как сказать, культура, получение удовольствия от работы. То есть, ну, и воспитание, ну, это уже мы переходим на личностный рост. То есть, воспитание идет, или был элемент негатива по отношению к работе. То есть, на самом деле, как бы, надо понимать, что самое большое удовольствие человек получает от работы, или может получить от работы. То есть, ну, достаточно вспомнить какой-нибудь сложный проект, который долго реализовывали, не знали до последнего момента, получится, не получится, но все равно продолжали работать над этим проектом и идти вперед. И, в конце концов, получилось, и получилось хорошо. Вот вспомнить те ощущения, которые получаешь от реализованного проекта. То есть, это удовольствие, то есть, очень сильное удовольствие. Я не знаю, с чем его можно сравнить, его ни с чем не сравнить. Вот, и учиться работать и добиваться таких состояний. То есть, этого можно добиться, прибивая к себе культуру, получать удовольствие от работы, развивать в себе этот навык. В конце концов, это приходит, и работа становится в радость. То есть, кто-то рассказывает, кто-то учит, что надо работать или зарабатывать деньги на том, на чем нравится. Например, там, на своем хобби. То есть, одного этого подхода недостаточно. Надо идти с двух сторон. Да, найди себе то, что тебе нравится, и занимайся этим, но в то же время продолжай учиться, получать удовольствие с того, что ты делаешь. Потому что в любой работе, которая, даже та, которая нравится, будет много всяких моментов, которые не нравятся. Ну, и это все уйдет в коту под хвост. Вся работа не будет получаться. Да, согласен. А вот истории, вот, и курьезы какие-нибудь у вас случались во время ваших проектах, которые вы реализовывали? Курьезы в проектах? Ну, даже не знаю, курьезы-то или нет. Был клиент в консалтинге. Первый, кстати, клиент. И довольно-таки неплохо у него получилось. Работа была. То есть, ну, он просто хотел улучшить свою работу. Кстати, это самый лучший клиент. Те, у которых хорошо, но они хотят лучше. То есть, те, у которых плохо, и они хотят исправить, сложно, очень сложные клиенты. За редким исключением. И я посмотрел на его рекламное объявление, с помощью которого он привлекает потенциальных клиентов, и добавил туда строчку. В результате у него отклик на рекламу увеличился в три раза. То есть, у него рекламное объявление и так было очень хорошим. Но после того, как я добавил всего лишь одну, ну, две строчки, я объяснил ему принцип, как их делать, то у него еще в три раза увеличился отклик. Фактически, через некоторое время у него бизнес и прибыль увеличились в три раза. То есть, затраты остались тем же, а там продажи увеличились в три раза. Понятно, что доходы тут намного улучшились. Да, очень интересно. Вот истинно в мелочах, да, кто-то видит это вот. Да, да. Стоит чуть-чуть внести, и все идет гораздо лучше. Да, так и есть. То есть, вот, никогда не знаешь, что выстрелит и как оно выстрелит. Иногда выстреливает очень, очень интересно. Вот, вот, вроде такого случая. А что для вас богатство и счастье? Вот, если читаем мы ли эти два понятия, ну, как оно одно накладывается на другое? Потому что кто-то вот просто в погоне, да, за деньгами. Кто-то в погоне за счастьем и за, ну, забывает о всем остальном. И они же все между собой перекликаются. Вот как вот с этим делом быть? И как вот это все решить? Богатство и счастье. Ну, по-моему, они очень хорошо сочетаются. Как говорят, я был бедным, я был богатым. Богатым мне больше нравится. То есть, вот, ну, плюс еще возможность заниматься любимым делом и зарабатывать. То есть, вот, что еще? То есть, и личная жизнь. Отлично все это сочетается. Ну, не забывать заниматься здоровьем. Я знаю многих людей хорошо это все сочетает. Нет, ну, в основном же бедные препятствуют. То, что деньги это плохо и все остальное. Как привить вот эту манеру, да, вот, зарабатывать, быть успешным? Личностный рост. То есть, вот, одна из проблем, почему людям не получается заработать, это их собственные ограничения. Поэтому я стал заниматься не только консалтингом, но и личностным ростом. Вот. То есть, именно снятие собственных ограничений. Одно из самых сильных ограничений – деньги это плохо, деньги это зло. Продажа – это навязывание себя. То есть, вот, ну, денег заработать с такими убеждениями невозможно. Ну, если деньги-то плохо, их никогда не будет. Тогда надо учиться жить без денег. То есть, теоретически можно где-нибудь в лесу, но вот если нравится, то только так. А по-другому не получится. В обществе, в городе, даже в селе не получится без денег никак. Тогда меняйте убеждения. Почему деньги плохо, я не понимаю. То есть, просто воспитание. Но, признаюсь, у меня тоже было такое же убеждение, я его убрал. Да. Тут не поспоришь. Я тоже склонен, что с деньгами все-таки лучше. И думаю, наши слушатели с этим тоже не будут спорить. Вот, какие бы вы советы дали, да, вот, что почитать. Кому на тренинг сходить, на семинар. Либо, может, в личный коучинг записаться. На какую тему? Ну, на тему предпринимательства, конечно же. Ну, может, личностный рост. Личностный рост, если хотите, идите ко мне. У меня информация уникальная, проверенная на себе личная. Она работает. Вот. Что касается других тем. Ну, много экспертов. Выбирайте того, которое вам нравится. Того, которое вы понимаете. Они разговаривают примерно об одном и том же, но немножко другими словами. Вот человек, который, слова которого вам дают смысл. Вот к нему и идите. Я не могу сказать. То есть, я знаю людей, которые не воспринимают, скажем, лидеров, гуру. Вообще. Они их не понимают. Но они понимают каких-нибудь учеников своих, вот их гуру известных. Или учеников-учеников. То есть, и вот их они очень хорошо понимают. Они могут действовать по их правилам, по их рекомендациям. И у них классно все получается. А вот когда они пробуют делать, что там из первых рук, как от гуру, они просто там раздражают, не воспринимают. То есть, выберите того, которого вы понимаете, которого вам приятно слышать. Необычно, необычно. Все кого-то вот советуют. Именно конкретных людей. А вы вот такой, что выбираете, кто ближе, да. И уже, ну, попробуйте много, и выбрать уже кого-то, ну, кто ближе к телу, скажем так. Да. Да, выбор большой. Просто выберите кого-то. Эээээээ...